Привет, на связи Алексей Савченко. В этом новом видео я тебе покажу, как с помощью искусственного интеллекта на аэросети Миджорни создавать вот такие вот потрясающие логотипы, которые без проблем можно продавать клиентам, использовать в качестве аватарок, картинок для соцсетей, для заставок, в общем-то, где угодно ты их можешь использовать. И самое интересное, я покажу тебе в конце, как я сделал вот такой вот логотип, продал его клиенту за 200 долларов, потратив на это всего лишь пару минут для генерации идеи Миджорни. Обязательно сразу ставь лайк, подписывайся на канал, если ты раньше что-то не сделал и погнали делать. Миджорни можно использовать не только для создания картинок, как я показывал раньше в предыдущих роликах, подсказка здесь сейчас вылезет, но и также для создания логотипов. Да, вам не послушалось, может быть, показаться странным, искусственный интеллект, логотипы, но поверьте, все это все больше и больше внедряется в нашу жизнь, и появляются новые возможности, которые позволяют использовать это именно для разработки логотипов. специально для этого видео ролика я подготовил статью которую также вы сможете прочитать полностью описании под видео которое я рассказал подробнее про использование миджорни для разработки логотипов и здесь приведены статьи разные стили логотипов которые я сейчас буду разбирать детально каждый отдельный так давайте идти по порядку давайте разберем еще в принципе состоят логотип логотип может состоять из логотипа ну смысле от картинки самой также это может быть текст отдельно либо картинка с текстом либо символ какой-то давайте начнем с минимальных логотипов с помощью миджорни вы можете делать вот такие вот логотипы минималистичном стиле здесь в этой же статье вы сразу видите подсказки по которым я искал эти запросы и так первым делом мы заходим миджорни если вы вдруг еще никогда не пользуюсь миджорни или не знаете как это все зарегистрировать как этим пользоваться подсказки сейчас вылезет видео в котором я детально рассказал как устроена тнр-сеть как и зарегистрировать как и бесплатно платно использовать итак первым делом мы пишем запрос мы просто копируем статьи запрос который здесь написан давайте для примера ставим абсолютно любой запрос ну допустим минимальный логотип из линий ну давайте там собака например напишем нажимаем enter отправляем запрос миджорни ждем пока нам выдаст результат вот такой результат получился нажимаем на картинку жмем открыть в браузере правой кнопкой мышки сохранить картинку как и выбираем папку куда сохранить для чего мы сохраняем я вам далее потом покажу итак идем дальше по статье смотрим что здесь у нас еще есть так кроме малис минималистичного стиля логотипа у нас есть градиентные логотипы этого типа который используется больше уже скажем так для соц сетей то есть конечно же можно использовать логотип печати без проблем если вы перевести вектор перерисовать и так далее но в качестве генерации идеи это идеально заходит в чем чем суть запрос выглядит следующим образом мы можем задать цвета градиента в данном случае мне написано blue and pink градиент логотипа холк то есть голубой и розовый градиент логотипа холк давайте для примера вставляем дискорд эту команду ну давайте для примера пусть там будет лиса fox правильный запрос ждем что нам выдаст миджорни все запросы которые показываю можете без проблем повторять то есть вы копируете запрос меняете только слова что вы хотите получить это могут быть не обязательно животные то есть вы можете писать любой запрос например там там мужчина и не знаю там коробка стол микрофон да вообще в принципе все что вам придумается то есть вы можете вставлять поиграться поэкспериментировать я это показываю все не просто в качестве знаете как игры от нечего делать вы действительно это можете использовать продавать клиенту досматривайте ролик до конца я покажу как я продал клиенту логотип за 200 долларов с нережными джорни итак смотрим нам выдала картинку сейчас она генерируется до 100 процентов ждем и смотрим какой результат нам выдал смотрите абсолютно потрясающая картинка без проблем и можем использовать в качестве логотипа плюс в том что это уникальная картинка которой ну нигде раньше не было очень круто смотрится идем дальше японские азиатские логотипы японская графика обладает ярко выраженной эстетикой такой чувственностью и миджорни отлично с этим справляется если мы запишем до запросу в конце japan с диссидент стайл то есть нам выдаст картинку подобным стиль давайте для примера покажу опять же заходим миджорни пишем имиджин давайте логотип там я не знаю кого-нибудь давайте там какую-то тематику flowers например типа цветы в джапанском стиле в японском стиле ждем пока он генерирует а пока он генерирует я пройдусь дальше по следующим пунктом чтобы долго вас не томить буквенные логотипы хотя миджорни еще сейчас не скажем так не блистает в текстовых словах то есть он если ты пишешь ему логотип каким-то названием то он скорее всего крокозя бы какую-то не выдаст но он классно справляется с отдельными буквами для примеров статью он здесь вставил для буквы h н кому как удобнее все-таки открыть картинки которые можете использовать как арты как логотипы то есть это все дело можно в чем лишь в ваша фантазия работа может это абсолютно по любому применить и посмотрите давайте пока разбираемся то есть вот творим что нам выдал алго тип цветов то есть без проблем вот это можно использовать дописать к вы ¡с Baba использовать как логотип магазина цветов идеально что касается букв как пишут запросы связанные с буквами давайте вам покажу то есть я копирую запрос, вставляем сюда Imagen Prompt команду, из чего стоит запрос The Letter H, то есть здесь мы вставляем букву, ну, например, там буква Q пусть будет, стиль, каллиграфия, дальше пишем дополнительные теги, которые здесь у меня тоже в статье указаны, то есть если мы пишем без каллиграфии, simple, ставим, то это будет какой-то простой логотип, если каллиграфия, то это что-то более такое, знаете, замороченное. Отправляем запрос и ждем, пока он зенерирует. Идем дальше, логотипы с персонажами. У многих брендов есть персонаж-логотип, я уверен, что вы знаете, много таких брендов. И с помощью Majority мы тоже можем генерировать подобные запросы. Смотрите, с помощью запроса Symbol Mascot for Flowers, Delivery Company, Japanese Style. В общем, если случится сложно, просто копируйте отсюда, вы меняете в запросе всего лишь одну букву, в смысле одно слово, то есть смотрите, вместо Flower Delivery Company, то есть я, например, написал компания по доставке цвета, то можем написать, например, давайте там Car, Tyres, Service, то есть сервис по шиномонтаж, короче, простыми словами. Давайте, пишем запрос. Тем временем сгенерировался запрос на букву Q. Отлично смотрится, то есть вот такая дымно-водный стиль какой-то, здесь каллиграфия. Прям шикарные картиночки, которые легко можно использовать. Итак, идем дальше. Если мы напишем немного другой стиль, то есть вот, для примера, я для компании по доставке цветов, для компании по хлебу, есть немного другой стиль, более агрессивный, где вот такая боевая птица нарисована, боевая курица какая-то или что-то, боевой петух, тоже прикольно смотрится. Тем временем нам уже сгенерировал картинку в японском стиле для сервиса по СТО. Давайте посмотрим. Смотрится прикольно. Где такое можно использовать? Да это можно использовать, в принципе, сразу в логотипе какой-то компании. Ну, понятно, что компания должна быть тоже в таком стиле. Понятно, если какой-то серьезный СТО с бородатыми дядьками вряд ли такое они захотят. Но как вариант можно предложить. Мне присмотрится прикольно. Идем дальше. Шестой раздел, назвали мы так его, легенда графического дизайна. Есть дизайнеры, которые внесли свой большой вклад в логотипы. Это мировые логотипы, которые вы все знаете. Вот в статье здесь можете прочитать подробнее про каждый из них. И есть имена определенных дизайнеров логотипов, которые мы можем доставлять в запрос в Меджорни. И это выдаст нам логотип в каком-то определенном стиле. Ну, допустим, смотрите. Есть такой дизайнер, его зовут Пол Рент. То есть, как мы можем сделать? Мы копируем запрос и статьи. Заходим в Меджорни, ставим slash image prompt и пишем, например, здесь запрос. Ну, давайте там house logo и стиль Пол Рент. То же самое, например, стиль вот такой вот есть. Чувака зовут Soul Bass. Надеюсь, правильно прочитал. В общем, я перед написанием в это видео загуглил про этих чуваков. Сам как бы вник немного в эту тему. Ну, давайте напишем, допустим, Bird Logo стиль Soul Bass. Смотрим, что он нам выдаст. Тем временем первый логотип уже генерируется. То есть, это своеобразный стиль. Понятное дело, что не всем он подойдет. Но по мне смотрится очень как-то вот необычно, нестандартно. И как вариант для идеи, которую вы можете закинуть клиенту, вы легко это можете использовать. Вот тем временем лого практически сгенерировались и первое, и второе. Давайте сейчас посмотрим, что он нам выдаст. Вот такой вот логотип с домами. То есть, креативно смотрится. Это не просто как бы тупо домик какой-то. Он как-то креативно с кружочками, с треугольниками. В общем, нестандартной формы. То же самое вот логотип второй, который я сгенерировал с птицами. Сейчас он доделается. Вот сейчас нам выдаст картинку. Я уже вижу, что это необычный такой прикольный стиль. Вот смотрите, идеально смотрится. Можем спокойно взять, допустим, вот эту картинку, либо вот эту, дописать к ней какое-то название. Все, логотип у нас готов. Идем дальше. Как исправить текст в логотипах? То есть, если вы, допустим, генерировали логотип, в котором есть текст, ну, либо вы хотите давать свой текст, то есть, как это все сделать. Давайте буду показывать на примере логотипа, который я сделал для заказчика. То есть, это тематика по терапиям, по ретритам. Вот такой вот логотип я генерировал в Меджорни. Запросы, по которым я генерировал, это было что-то типа гибнотерапия, грибные ретриты, каллиграфический стиль. То есть, мне было вот такой вот логотип. И здесь получилось название. То есть, видите, как можно видеть на картинке, здесь какая-то крикозяба получилась, мне это название, естественно, не нужно. Что я сделал? Мы открываем с вами фигму, перетаскиваем это изображение прямо фигму сюда. И теперь нам нужно сделать так, чтобы мы замазали это название и написали сверху то, которое будет у нас. Итак, это мы будем делать все без применения фотошопа, только фигме. Итак, нажимаем на значок фигмы, нажимаем на плагины и в поиске по плагинам вам нужно идти плагин с названием Photopea. У меня он уже есть, я нажимаю RAM. То есть, у вас обязательно должна быть выбрана картинка, только после этого нажимать на плагин, иначе он не запустится. Итак, первым делом мне нужно замазать вот эту надпись. Я создаю здесь новый слой. Вообще кратко про плагин Photopea. Это полностью аналог фотошопа, который заменяется внутри фигмы. Плагин работает бесплатно. Итак, я беру инструмент кисточка. Кто работал ранее с фотошопом, здесь все инструменты, все горячие клавиши будут абсолютно вам привычны. Далее, пипеткой я копирую цвет фона и теперь беру мягкую кисточку. Ну, я ее обычно называю кисточкой, типа как баллончик граффити рисует. И вот так вот аккуратненько прохожусь. Так, то есть, замазываю текущее название, которое мне не надо. И здесь, по верху, мне нужно вставить название, которое есть у меня. Название компании, которую мне заказал клиент. The Therapy of Hygermite. То есть, терапия как бы высоких там мыслей. Сразу ставлю большой размер текста, пишу название текстового слоя. Ставлю сразу белый цвет. Сразу ставим большие буквы. То есть, здесь, в принципе, все опции такие же, как в фотошопе. Повторюсь, кто уже работал ранее с фотошопом, здесь вы найдете, в принципе, привычный для вас функционал. Может быть, что-то немного не так расположено, но в целом это одно и то же. Дальше немного увеличу расстояние между буквами. Логотип я этот сделал как бы выгнутый аркой, поэтому нажимаем на деформацию. И здесь, где стиль, мы ставим стиль арка. И здесь с помощью ползунков, на мой взгляд, даже здесь удобнее, чем в фотошопе сделано. Здесь быстрее это все работает. Нажимаем ОК. Подтверждаем. Все, пожалуйста. У меня текстовый слой готов. Дальше я делаю дубликат слоя. И здесь пишу о изотерапии. Здесь я уже убираю полностью расстояние между буквами. Здесь оно мне не надо. Также я могу через редактирование, трансформирование, масштаб увеличить до тех размеров, насколько мне нужно. Цвет этого слова, опять же мы это с клиентом уже сделали, мы решили сделать таким розовым. Ну это по тематике подходит. И в принципе все. То есть мы это все дело проверяем, чтобы было ровненько между собой. Все, четко. После этого, как нам все это дело сохранить? Здесь есть два способа. Вы можете через сам плагин сохранить это как PSD файл, как фотошоповский, чтобы потом отредактировать позже там в фотошопе. Либо можете нажать просто сохранить. После этого закрываем плагин и, пожалуйста, у нас в фильме получается картинка, готовый логотип. У вас может появиться вопрос. Да это же не логотип, это просто картинка. Как это используется, например, на PNG фоне? Скажу вам дальше. Естественно, можно заморочиться и через ту же фотопея вырезать это все аккуратненько пером по всему контуру. То есть это без проблем можно сделать. Есть инструмент перо, Pen Tool, всем известный, кто ранее работал в фотошопе. Вот он выбираем. То есть мы аккуратненько ставим направляющие и проходимся вот так вот по всей картинке, выгибая линии. То есть, кто работал с инструментом Pen Tool поймут меня. Это долгий процесс, но все это сделать можно. Это один из способов. То есть такой логотип я продал клиенту с 200 долларов. Если вам покажется, что типа это неправда, такого быть не может, поверьте мне, если вы умеете правильно презентовать свою услугу, продать эту услугу. То есть я не один вариант делал. Я ему делал много вариантов через нейросеть, но мы остановились на этом. Чтобы не растягивать ролик на супердолго, я решил вам показать тот, который утвержденный. Это не какие-то заоблачные суммы. То есть вполне можно прийти к этим цифрам. И скажу больше. Этот логотип я продал в дополнение к разработке одностраничного сайта. То есть это основной у нас проекта. Это разработка Ленинга за 2500 долларов. Я про него показывал в одном из предыдущих роликов. Подсказка здесь сейчас появится. Можете посмотреть. Но это все реально. То есть такой логотип я потом вырезал ему аккуратненько. Если посмотреть готовый вариант, который получился в итоге. Сейчас я вам покажу, как это выглядело. Вот такой вот логотип у нас получился. Это PNG-фон. То есть мы его можем легко перемещать, двигать. То есть на прозрачном фоне все это реализуемо. Если вам интересна тема заработка на веб-дизайне, как с помощью нейросетей зарабатывать в том числе на разработке логотипов, на разработке сайтов, как это все дело презентовать, продавать. Если вы вот новичок и хотите начать, даже если вы не новичок, если вы работаете уже давно с веб-дизайном, то я приглашаю вас на свой бесплатный онлайн мастер-класс. И подойдет для людей абсолютно в разный уровень. Если вы хотите понять, как выйти на первые 2000 долларов на веб-дизайне, как сделать веб-дизайн дополнительным источником заработка, либо основным источником заработка, то приглашаю вас на этот мастер-класс. Ссылка на регистрацию будет в описании, приходите, вы не пожалеете, вы узнаете очень много интересной информации касаемо веб-дизайна и того, как зарабатывать на этом. Так, и теперь давайте я вам покажу, как же перевести картинку, которую мы ранее создали с вами на примере вот этой собаки, векторный формат. Кто не знает, что такое векторный формат? Это формат логотипа, изображение, которое вы можете растягивать, уменьшать до разных размеров, чтобы получить качественное изображение. То есть, формат можно печатать легко, на визитках, на листовках, на одежде, где вы захотите. Итак, что нам нужно сделать? Мы перетаскиваем картинку в фигму, дальше заходим в плагины и в поиске по плагинам находим плагин с названием Vectories Bitmap Trace Image. То есть, вот такая вот зелененькая иконочка. У меня этот плагин уже есть, поэтому нажимаю запустить его. Запускается сам плагин и меня интересует конкретно вот нижняя картинка. Ну, естественно, мы сейчас все перейдем в вектор, но мне больше всего понравилась вот нижняя правая. Мне кажется, для логотипа она идеально подходит. То есть, что мы делаем? Сверху диапараметр краски мы его убираем полностью на базовое значение. Это как раз делает картинку максимально похожей к тому, что у нас здесь есть. То есть, если мы посмотрим, в принципе, все четыре варианта, они уже готовы векторные, то есть мы их можем использовать. Дальше, здесь есть такая гавочка «Уменьшить шум». Рекомендую ее ставить для того, чтобы убрать маленькие зернистости и нечеткости. Здесь есть два режима «Фото» либо «Кэльфтон», то есть как бы мультяшный такой, скажем так. Я рекомендую ставить «Фото», потому что, видите, в нем больше деталей. Все, в принципе, остальные параметры нам не нужны. Нажимаем кнопочку «Ок». Сейчас плагин закроется и все, нам оставит картинку именно векторным. То есть, если мы увеличим, видите, это 100 вектор, который максимально четкий. То есть, если мы подвигаем, здесь, по сути, уже можно использовать это как логотип. Если, скажем так, доработать это еще больше, мы можем без проблем использовать это как лого. Давайте я просто по-быстрому, скажем так, дорисую что-то, вот рабочую область, чтобы показать вам, как, в принципе, логотипы создаются. Допустим, вот мне понравилась собака. Давайте берем просто инструмент «Текст», размер 50-й. Допустим, что там написать? «Dogstore», не помню, там «Собачий магазин». Что-то такое, шрифт какой-нибудь давайте возьмем. Понятно, что это по-быстрому показу, это все можно более детально делать. Но это как бы просто быстрый вариант. И, пожалуйста, все, у вас, по сути, логотип готов. Понятно, что можно играться с типографикой, с шрифтами, с расстановками, с компоновками, но я думаю, поняли суть. То есть, мы по факту там за пару минут создали концепт логотипа, который вы можете скинуть заказчику. Естественно, может он не принять вас в первый раз этот вариант, но вы можете подкорректировать, поиграться. В том числе вы можете через Миджорни запросить дополнительный вариант и нажать кнопочку «Обновить». И сейчас на Миджорни магическим образом за 10-20 секунд сгенерирует еще варианты собачьего логотипа, который вы можете без проблем потом скинуть заказчику и делать его, в принципе, таким, как ему нравится. То есть, вот он опять что-то генерирует. И я уверен, что таких логотипов вы можете наделать 5, 10, 20 вариантов. И по факту, если бы вы делали это все сами, отрисовывали, то это бы заняло больше времени. Если это делать через Миджорни, ну вы видите, то есть, вот в режиме онлайн я не стал видеть сейчас на паузу, ничего не перематывал. Вот у нас уже сгенерировались еще 4 дополнительных варианта. Пожалуйста, отлично, можно использовать какая-то овчарка, там какой-то лабрадор, такса, еще кто-то там. Пожалуйста, вот там готовые логотипы. Поэтому, как вы видите, Миджорни можно использовать не только для каких-то картиночек, но и для разработки логотипов. Итак, повторюсь, статью, которую я показывал в начале видео, можете найти в описании под роликом. И напомню, если вы хотите начать зарабатывать на веб-дизайне от 2000 долларов в месяц, если вы хотите понять, как устроена эта вообще вся история с заработком, как делать сайты, как делать логотипы, как продавать это все клиентам, а не просто вот ради интереса генерировать картиночки, приглашаю вас еще раз на свой бесплатный мастер-класс. Ссылки есть в описании. Приходите, вы узнаете очень много полезного. Спасибо тебе за просмотр. Ставь лайк, если понравилось видео. Обязательно подпишись на канал, для меня это очень важно. И напиши, по какой тематике ты хотел бы видеть еще следующее видео у меня на YouTube-канале.